понеслась я сегодня для вас специально готовил вот такой вот слайдик здесь информация о топовых сетевых компаниях в мире куда вот атоме по итогам 2019 года за товарооборот 2019 года вошла на 11 строчку я специально поставил звездочку в названиях компании чтобы не было понятно что это за компаниях провалах чтобы я думаю я хорошо замаскировал здесь никого не узнает но в общем смотрите первый показатель который хотел бы сравнить это возраст компании и атоме на самом деле ребенок можно сказать по сравнению со всеми остальными лидерами мировыми но не простой ребенок я бы сказал вундеркин потому что всего за 11 лет компания догнала и обогнала таких гигантов титанов которые существуют десятки лет вот здесь я на три категории разбил компании вот атоме молодая потом куэй а не будем говорить название в общем три компании существуют 30-40 лет и остальные компании от 50 до 138 лет вот 138 135 конечно это нечто далее следующий показатель это в скольки странах компании работают сколько открытых рынков все данные взяты с официальных источников с корпоративных сайтов самих компаний поэтому данные должны быть достоверны вот только для компании которая называет на четыре буквы начинается амби я не нашел нигде информацию сколько в скольких странах они работают но в других странах как мы видим минимум 50 стран где период компания не узки что-то что-то и 60 стран где такая загадочная компания которая называется на горе флам и на кого это может быть что угодно и получается у атоме на сегодняшний день 18 открытых рынков далее товарооборот за 2018 год в миллиардах долларов мы на этом товарообороте сильно не будем заострять внимание вот за 2019 год следующий товарооборот оранжевым цветом покрашен тот товарооборот который упал по сравнению с предыдущим годом а зеленым цветом который вырос и соответственно сколько процентов падения на сколько процентов рост здесь удивление да что королем по росту является атоме 13 процентов роста у других компаний 36 процента и 0 8 процентов у большинства компаний идет падение товарооборота почему падает товарооборот сетевых компаний потому что мое личное мнение то что классический сетевой бизнес себя избивает для нового поколения сетевой бизнес уже не работает вот эта классическая модель сетевого бизнеса где главным продуктом является не сам продукт а возможный заработок здесь важно понимать да что заработать можно в любой сетевой компании просто в разных сетевых компаниях работают по-разному и в большинстве сетевых компаний я не буду говорить слово во всех главным продуктом является не сам продукт а желание и возможности заработать изменить свою жизнь все это присутствует но из-за того что продуктом является не продукт часто бывают разочарования откуда в основном и идет негатив к сетевому бизнесу поэтому у большинства вот титанов гигантов идет падение товарооборота 2020 году вот эти данные которые сегодня тоже собирал достаточно долго данные тоже все взяты с официальных источников на корпоративных сайтах компаний это товарооборот за двадцатый год рейтинг top dsn в этом году еще не подбит он будет подбит вот к первым числам апреля но мы уже видим вот такую картину получается у атоме товарооборот 176 миллиард кстати вот эти данные немножко разнятся где-то написано 176 миллиардов где-то 173 миллиарда если 173 тогда мы не на восьмой позиции будем она девятой здесь мы немножко равняемся вот с компанией а первую что-то что-то у нас примерно похоже товарооборот и опять-таки зеленым цветом там где товарооборот рос оранжевым там где падал и прирост товарооборота смотрите опять-таки королем прироста является атоме с ростом 35 процентов у следующих по росту 12 процентов идет рост еще у двух компаний и у остальных там по чуть-чуть 5 4 1 процент и у некоторых компаний падение товарооборотов площадь 41 процента достигает вот я очень люблю цифры и это одно из первых наверное что я начал делать когда начал вообще рассматривать бизнес в атоме это случилось через два почти через три месяца после регистрации когда уже появилось доверие к продукции когда мы попробовали уже достаточно большое количество продукции когда я начал изучать вот это одно из первых что я начал изучать полез в интернет начал смотреть а растет ли вообще компания какой товарооборот какая тенденция роста а как себя другие компании чувствуют на мировом рынке где товарооборот растет где падает кто какое место занимает и тогда моему удивлению атоме это была фактически единственная компания которая представляет стабильный рост во всех странах где она открывается вот открывается в какой-то стране и постоянно идет рост в целом глобально идет все время рост с момента основания каждый год если брать рост за последние 10 лет то нам тут вообще конкурентов нет потому что при основании товарооборот составлял менее 100 миллионов долларов сегодня составляет уже 173 миллиарда это фактически во сколько в 20 раз товарооборот вырос но ни у кого настолько не вырос товарооборот за такое количество времени чтобы эти компании еще входили топ-10 так что 8 9 место мы точно будем занимать в этом году если вдруг не случится чего-то грандиозного и кто-то снизу не сделал большой скачок что-то в принципе возможно но это не официальная информация прошу ссылаться на меня на свой страх и риск но потому ресерчу который сегодня провел наша компания должна быть либо на восьмом либо на девятом месте по итогам 2020 года так что вот это первое неиспоримое преимущество то что атоме это одна из самых крутых сетевых компаний на сегодня даже если смотреть просто по товарообороту и росту но это не самое главное да что есть у нас компании идеальная модель сетевого бизнеса который преследует атоме это нет минусов в нашем бизнесе нет минусов нет платы за регистрацию нет обязательных закупов нет членских взносов и нет рисков люди которые сюда приходят ничем не рискуют если человек за что-то платит а только за продукцию именно таким должен быть сетя сетевой бизнес на моё усмотрение на мой взгляд потому что для чего существуют плата и плата за регистрацию и обязательные закупы потому что как я говорил в классической модели сетевого бизнеса основной продукт это не продукт это желание и возможности заработать изменить свою жизнь соответственно возникает вопрос зачем людям тогда покупать этот продукт ну вот пожалуйста обязательные закупы в основном на этом и строится потому что иначе модель бизнеса была бы неуспешной иначе у людей не было бы особого смысла покупать продукцию и сложно было бы компаниям расти но как я говорю эта модель себя изживает потому что люди особенно молодое поколение они очень приспособлены глобальности стираются границы между странами и люди практически все да умеют гуглить мне кажется дети уже рождаются с рожденными какими-то генами и гуглить и жить виртуальной реальности и мыслить по-другому и фильтровать и искать информацию и просто для молодых открыт весь мир соответственно поэтому чем дальше тем больше классическая модель вот этого желание возможности заработать невзирая на завышенные цены на продукцию себя и заживает а именно потому что продукция классная мы можем смело отказаться от всего этого от всей этой устаревающей умирающей модели бизнеса и соответственно люди покупают продукцию тогда когда хотят сколько хотят и несмотря на это да что мы никого не заставляем у нас просто колоссальный рост идет по всему миру так что повторюсь идеальная модель сетевого бизнеса идеальный сетевой бизнес следующее что я всегда рассказываю это почему заработать может каждый мы всегда об этом говорим почему все-таки каждый потому что компании предусмотрен вот этот наш лозунг абсолютная цена и абсолютное качество то что продукция супер классного качества по супер классным ценам никто не конкурент соответственно люди хотят покупать продукцию особенно кто знаком с продукцией в аналогичном сегменте качества они просто в восторге мы столько отзывов получали от людей кто знаком с косметологией кто знаком с какими-то премиум качествами продукции по уходу по пил наши бады просто такие замечательные отзывы то что люди многие удивляются как я когда я начал пить наши бады то что эти бады работают то что чувствуется эффект чего до этого никогда не ощущал маркетинг план маркетинг план система наша построена таким образом то что действительно каждый может добиться успеха когда ваш успех выгоден всем вот все выигрывают если вы успешны если вы зарабатываете и компания выигрывает и ваши спонсоры и ваши партнеры всем хорошо вот этот элемент взаимной помощи супер синергии единого сердца он уникален потому что если вы работаете то все прям заинтересованы чтобы у вас получалось и чем больше вы работаете тем больше люди в этом заинтересованы более того люди которые хорошо понимают эту систему понимают что если параллельных структурах все идет хорошо вам тоже это аукнется пусть у остальных будет все классно и вам тоже достанется от этого выгода и вот этот один процент замечательно один процент который мы всех входим до сих пор это один процент людей которые знают о компании это один процент потребителей которые пока зарегистрированы рынок еще свободен даже рынке которые открыты они еще свободны даже если брать сша я компания 10 лет существует там можно найти большое огромное количество потребителей по единственный рынок который не свободен это корея вот скорее найти очень сложно людей которые не знают которую вы захотели покупать в основном практически все уже знакомы с этой продукции и это тоже одно из первых что я сделал когда услышал про компанию на тот момент я в корее преподавал русский язык корейцам гражданам кореи я у всех студентов спрашивал слышали они про такую компанию и все слышали ни один человек не знал я не знаю хотя у меня студенты были от 13 до 68 лет все знали более того все пользовались этой продукцией но то еще примечательно никто из них не знал что это сетевая компания они просто знают что это классная продукция что кто-то в семье зарегистрирован кто-то продукцию домой поставляет и все они эту продукцию любят но то что эта сетевая компания мало кто знал и кстати только сейчас у меня появилась такая мысль надеюсь никто из этого не поругался ни с кем потому что сетевой бизнес пользуется не очень хорошей репутацией в корее потому что в свое время очень много корейцев погорели на большом количестве различных недобросовестных сетевых компаниях поэтому в корее супер строгие законы что касается сетевого бизнеса о некоторых пунктах наталья сегодня уже говорила помимо этого очень строго там относятся из-за финансовые пирамиды там прямо в тюрьму сажают а корее мы знаем да законы работают там президента в тюрьму сажают просто без проблем и различных руководителей компаний крупных конгломератов так настоящая свобода это то что дает атоме это тот принцип по которому мы работаем что такое настоящая свобода это свобода времени свобода действий и свобода денег это то к чему мы стремимся это то чего мы добиваемся фактически это то чего мы уже супругой добились то есть мы можем распоряжаться временем как хотим делать что хотим и на все это хватает денег настоящее время все что мы делаем куда мы направляем наши силы это развитие команды и ближайшие несколько лет мы будем слегка полностью посвящать себе этому процессу пока у нас imperial мастера не появится в команде и вот сейчас бы хотел перейти к нескольким хит-парадам я люблю статистику я люблю хит-парады с детства поэтому предлагаю вам серию из нескольких хит-парадов и также вопрос почему атоме они какая-нибудь другая компания например зачем вообще сюда регистрироваться зачем здесь работать поехали первое классная продукция всегда вот в начале всего стоит классная продукция почему всем прям надо регистрироваться почему мы не дискриминируем потому что ну всем нужна наша продукция даже если человек об этом не знает она ему все равно нужно да есть даже если он уверен что не нужно нужно поэтому все равно все будут с нами со временем вопрос времени то есть продукция это все понятно поэтому прежде всего всегда мы говорим то что нужно сначала попробовать продукцию пока вы продукцию не попробовали пока вы не оценили строить бизнес тоже конечно можно но сложнее если вы попробовали и вам прям не понравилось то как сказал александра ну не ваш бизнес значит занимайтесь чем-нибудь другим второе возможность для каждого каждый человек может добиться здесь успеха вне зависимости от навыков от опыта у каждого будет своя скорость у каждого будет свой путь но каждый сможет добиться успеха потому что здесь есть эффект накапливания все что вы делаете в компании вы растете вы развиваетесь вы идете к успеху у всех я повторюсь разная скорость потому что разные люди по-разному работают разными шагами идут но если человек идет постоянно и не прерывается то он дойдет до установленной цели экологичность бизнеса тоже это было сегодня озвучено несколько раз что это значит это значит что нам не нужно никого обманывать и нам не нужно ни с кем рушить отношения если вы позвали человека в атоме он вам не предъявят на каком-то этапе зачем ты меня сюда позвал я здесь все потерял что очень часто можно услышать других компаниях здесь это просто невозможно потому что компания от человека ничего не требует помимо этого экологичностью пропитанные не только отношения в бизнесе и то как построен бизнес но принципе все в компании вплоть до и самой продукции до упаковок до составов максимально насколько это возможно у нас экологичные компоненты некоторые из них натуральные некоторые полностью растительные некоторые органик, некоторые перерабатываемые, и компания максимально старается использовать такие материалы, которые не будут загрязнять нашу окружающую среду, насколько это возможно, если это не сильно, так сказать, вредит стоимости, потому что все равно основной приоритет компании – это сделать максимально низкую стоимость, максимально возможную низкую стоимость продукции. Перспективы. То, чего можно здесь добиться, так как каждый человек может добиться успехов, это, конечно, круто, потому что каждый человек может здесь добиться дохода, стабильного дохода от 50 тысяч долларов в месяц и более. Я говорю, каждый человек может, но я понимаю, что не каждый человек сможет, потому что большинство людей не хотят работать, большинство людей не хотят развиваться. Но если человек, если вы будете готовы, возьмете на себя ответственность и не будете жаловаться или перекладывать ответственность на кого-то, если вы поймете, что все зависит от вас, то вы дойдете до своей цели, до той цели, которая для вас реальна. Если это 50 тысяч долларов в месяц, вы дойдете. Вот я сегодня видел в чате по поводу вопроса, кто до империал мастера дойдет, была достаточно большая активность. Как бы дойти до империал мастера – это суперцель, но чаще всего, когда человек говорит, я дойду до империал мастера, нет полного понимания, что для этого нужно. Потому что не только время на это нужно, на это нужно вкладывать, очень много давать структуре, развиваться вместе со структурой. Потому что чем выше вы будете подниматься по уровню, тем выше вы будете по вашей карьерной лестнице, и тем большим лидером вы будете становиться. Вам нужно самому как человеку и как лидеру тоже развиваться. Находясь на одном уровне, невозможно дойти до высоких рангов. Поэтому, но это возможно для всех, но нужно все время развиваться. В общем, перспективы здесь классные. Золотое время. Друзья, сейчас для Атоми, для Атоми золотое время. Почему? Потому что мы находимся на грани таких глобальных событий. Кто раньше пришел, конечно, у них еще чуть-чуть больше преимуществ, но у вас преимущество перед всем миром есть фактически. Потому что вот чего добилась компания за все это время. Это безупречная репутация, это признание глобальное, это глобальная экспансия, это возможность регистрировать людей сейчас по всему миру. Это настолько круто, что когда я об этом услышал, мне захотелось об этом кричать. Потому что когда мы пришли, мы могли регистрировать граждан СНГ, и это было тоже супер круто. Но сейчас мы можем регистрировать людей практически по всему миру. Около 70 стран открыты для регистрации. Это просто настолько круто, что мы в стольких странах можем быть первыми. И так как нам нужны просто все люди, так как основная наша цель и ориентированность всего нашего бизнеса на потребителях именно, а не на лидерах. То есть нам нужны потребители в первую очередь. Потому что среди потребителей тоже всегда будут появляться лидеры. То есть без лидеров с потребителями мы можем построить успешный бизнес, а только с лидерами без потребителей мы не можем. Но здесь тоже лидер – это такое относительное понятие. Смотря что вы имеете в виду под словом «лидер». Потому что лидер в Атоме – это, как я говорил, человек с большим сердцем, который желает добра и который заботится о своих партнерах, который берет ответственность за свой бизнес на себя. Так вот, золотое время сейчас, друзья. Поэтому это просто колоссальные возможности для всех. Актуальность. Это суперактуально. Бизнес-платформ, интернет-магазин – это настолько сейчас в тренде, настолько развивается по всему миру. Помимо этого, продукты здоровья, красоты и быта – это просто необходимость. Наше текущее состояние в мире, в прошлый год особенности, показало то, что в условиях пандемии, насколько наш бизнес антихрупкий, насколько он защищен от каких-то глобальных, политических, экономических, эпидемиологических ситуаций, которые возможны. Наоборот, когда наступают такие моменты кризиса, наша продукция еще более востребована. Скольким людям наша продукция помогла либо полностью защититься, избежать болезни, либо справиться с коронавирусом в более мягких условиях. Потому что продукция действительно шикарная. Актуальность нашего бизнеса растет с каждым днем. И люди это понимают, потому что сейчас просто все переходит в интернет. Все переходит в интернет, и это просто такой подарок для всех нас, для всех вас – бизнес в Атоме. Далее. Реальность. Реальность заработка. То, что это не какие-то такие только красочные эпитеты, это не просто слова. Каждый человек может заработать. И каждому из вас нужно это понимать. Почему это реально? Это был первый вопрос для меня, почему это для меня реально. Меня приглашали сетевые компании просто с детства, в течение 15 лет, но я никогда никуда не регистрировался. Потому что для меня все это было нереально. Я понимал, что в этих компаниях можно заработать, но я понимал, что я не смогу там заработать. У меня была такая установка, потому что та работа, которую необходимо было делать, она мне была не по душе. И я не понимал, зачем мне туда приходить, и я не понимал, зачем мне туда приглашать других людей. Здесь у меня было четкое представление, что даже последний человек, если это невозможная ситуация, но даже если представить, остался всего один человек в мире, который не зарегистрирован в Атоме, и зарегистрировавшись в Атоме, он больше никого зарегистрировать не сможет. Имеет ли смысл ему регистрироваться или нет? И для меня был четкий ответ «да, имеет». Потому что на тот момент мы уже два с лишним месяца пробовали продукт, очень много чего попробовали, и мы просто были счастливыми потребителями. Как сказала Александра, очень сложно выбрать любимый продукт, потому что мы любим практически все. Когда мы открываем корейский магазин, нам все оттуда надо, нам все оттуда хочется. В принципе, у нас практически все оттуда есть. Поэтому, когда ты понимаешь, что это реально классная продукция, и человек получает здесь выгоду, в первую очередь, как потребитель, то, что это действительно реально, то, что можно. Любой человек может привезти сюда людей и со временем строить свою сеть потребителей, которые будут постоянно покупать. В чем заключается успешная модель бизнеса? Для того, чтобы бизнес был успешный, для того, чтобы доход был реальный, нужно реализовать две задачи. Всего лишь две задачи. Первое – это приток клиентов, чтобы был постоянный приток клиентов. Второе – чтобы клиенты становились постоянными клиентами. Если обе задачи вы реализуете, у вас будет всегда увеличиваться доход. Эти две задачи замечательно здесь реализованы. Человек приходит, регистрируется, пробует, влюбляется в продукцию, ему нет никакого смысла отсюда уходить. У нас постоянно увеличивается количество постоянных потребителей, автопотребителей. А приводить новых потребителей, поначалу мы это делаем сами на 100%, а потом все усилия людей, которых мы уже привели, также прибавляются к нашим. И на сегодняшний день у нас в структуре более 200 тысяч человек, 220 тысяч, может быть, уже больше. И не мы всех привели, прям всех. Мы привели маленькую часть, даже меньше процента. И вот это вот все ваши усилия, которые вы сейчас будете прикладывать, они будут приумножаться, и все расти в геометрической прогрессии. Это неровная геометрическая прогрессия, потому что входной порог компании очень низкий, его практически нет. Просто дал данные, зарегистрировался и все. Поэтому большинство людей после регистрации ничего не делают, но многие люди во время процесса нахождения в структуре начинают просыпаться. В общем, реальность заработка для меня была очень прозрачной. Но не сразу. Вначале, когда я услышал и узнал по случаю маркетинг-план, для меня все равно это оставалось нереальным. Пока я не убедился в качестве продукции, пока я не начал копать глубже. Вот, далее. Резидуальный заработок. Это то, что можно здесь построить, и это то, что практически невозможно построить в других сетевых компаниях. Почему? Потому что во многих компаниях сетевых, чтобы зарабатывать, нужно что делать? Нужно прозванивать и активировать людей. То есть уговаривать их на закупы. Когда мы только начали этим заниматься, когда меньше полугода, где-то 4 месяца, наверное, занимались, у меня была встреча с сетевиками, кто 30, 40, 50 лет работал в сетевом бизнесе. И фактически в одной компании. Они находятся на топовых ступеньках в стране, может быть, в мире, я не знаю. И я такую странную фразу услышал, которую я тогда не мог поначалу понять, то, что, вот, цитата, у меня в конце этого месяца было по нулям, но я напряглась и за один день заработала 2-3 тысячи долларов. Для меня это так было странно. Как можно работать 30 лет в одной компании, но у тебя в конце месяца по нулям? То есть ты, если ничего не делал, ты ничего не заработал. Потому что на тот момент у нас я понимал, даже если я ничего не буду делать. Более того, даже если я всем буду кричать и всех просить, ничего не покупайте, пожалуйста, люди все равно будут покупать. Я все равно буду минимум 2 тысячи долларов зарабатывать. На тот момент мы были мастерами продаж, и ранг 2 раза в месяц закрывался сам по себе. И товарооборот постоянно рос. Мне это было непонятно. Но сейчас я понимаю. Просто мы очень сильно отличаемся, наш бизнес очень сильно отличается от классического сетевого представления. Поэтому люди, когда не могут понять, в чем прелесть нашего бизнеса, очень часто делают преждевременные выводы и раньше времени опускают руки. Это наша одна из самых главных задач, чтобы никто из наших партнеров не опускал руки раньше времени. Потому что у всех своя скорость, и кому-то требуется буквально месяц, чтобы понять и разобраться, а кому-то и 2 года требуется, чтобы понять, в чем заключается бизнес. Так вот, возможность построения резидуального заработка. Что такое резидуальный заработок? Это пассивный доход, который растет. Но чтобы его наработать, чтобы выйти на пассивный доход, естественно, нужно сделать как минимум что? Воспитать независимых лидеров. Воспитать, взрастить лидеров в структуре, которые будут расти и развиваться. И у которых тоже будут расти, в первую очередь, что? Потребительские сети. Потребительские сети из автопотребителей. Конечно, можно пассива добиться и без самостоятельных лидеров. Можно просто построить большие сети потребительские. Люди сами по себе что-то покупают и постепенно все это дело растет. Но это будет рост не очень быстрый. Чтобы действительно рост был очень быстрый, нужно взрастить самостоятельных лидеров, которые дальше также будут взращивать лидеров. Но даже, я повторюсь, без самостоятельных лидеров все равно можно выйти на резидуальный доход. Просто еще больше времени на это будет требоваться. Мы не любим долго ждать, мы не любим идти медленно. Наш принцип работы максимально быстрый, максимально эффективный. Главное, чтобы все было в пользу всех людей, всех партнеров. Так вот, резидуальный заработок. Причина номер 8. Почему Атоми? Девятое. Каждый выигрывает как потребитель. Эту мысль я уже несколько раз сегодня озвучил. Это ответ на тот вопрос, зачем вообще людям здесь регистрироваться. Потому что действительно каждый человек выигрывает при регистрации, получает выигрыш. А когда есть вот это отношение между клиентом и компанией, между клиентом и поставщиком услуги или товара, когда оба человека находятся в выигрыше, это успешная модель тоже бизнеса. Почему люди классно здесь? Потому что все довольны. И десятое. Нет никаких рисков и обязательств. Опять-таки, почему не страшно приглашать людей? Почему не страшно здесь регистрироваться? Потому что здесь люди ничем не рискуют. Никто ни к чему не обязывает. Человек может зарегистрироваться и потом в процессе вникать. Единственное условие, которое есть, в течение года что-то купить, хоть что-то. Но даже если вы ничего не купили в течение года, ничего страшного, вы можете зарегистрироваться снова. Если вы год ничего не покупали, то вы, по сути, ничего не потеряете, зарегистрировавшись снова. Так, теперь, следующий хит-парад. Вам интересно, друзья? Продолжаем. У меня, по-моему, еще три хит-парада есть. Друзья, вы живы? Раз-раз. Очень интересно. Супер. Окей. Теперь рубрика «Важно понимать». Смотрите, очень важно понимать, что не бывает плохих результатов. Зачастую мы слышим от партнеров такие вещи, что рост очень медленный, регистрации медленные, структура слабая, структура плохая, товарооборот маленький. Но вам нужно понимать, что плохих результатов у нас не бывает. Отсутствие результатов – это плохие результаты. Если хоть какие-то результаты есть, если какие-то плоды у вас появляются на протяжении какого-то времени, одна регистрация в месяц, одна покупка в месяц – это хорошо. Потому что любой результат – это кирпичик ваш бизнес. Если вы работаете, если вы не сбавляете оборотов, у вас всегда будет идти только рост. Не бывает плохих результатов. Бывает недостаточно результатов, недостаточно действий. А что для этого нужно? Больше действий и больше времени. Действия умножим на время и получаем больше результатов, и все это растет. Далее. Здесь нет халявы и нет быстрого заработка. Это тоже нужно понимать. Есть категория людей, у которых есть опыт в сетевом предпринимательстве, которые привыкли… Я не говорю, что это плохие люди. Просто опыт работы у них связан в основном с компаниями, в которых можно быстро выйти на определенный заработок. Это компании, которые зарабатывают на каком-то хайпе, программе компаний. И зачастую это финансовые пирамиды. Либо явные, либо скрытые. Что такое явная финансовая пирамида? Это где фактически нет какого-то связаемого продукта, и фактически люди, которые приходят, отдают деньги тем людям, которые наверху. А если ты не хочешь сам отдавать эти деньги людям, которые наверху, приведи еще 5 человек, которые хотят заработать, и пусть они отдадут эти деньги наверх. И ты, получается, у них забираешь деньги и с этого зарабатываешь. То есть на этом строится финансовая пирамида. И все обусловлено тем же продуктом. Желание заработать. Заработать можно, но в конце… Почему финансовая пирамида вне закона? Потому что это мошенничество. Потому что в конечном итоге просто компания сама ничего не теряет, компания просто забирает у людей деньги, а остальные люди зарабатывают за счет того, что другие люди им эти деньги отдают. Бывают еще скрытые финансовые пирамиды, где есть продукт. Но если убрать маркетинг-план, то вообще нет никакого смысла покупать этот продукт. Продукт может быть не очень хороший, но обычно в сетевых компаниях хороший продукт. Но часто в таких скрытых финансовых пирамидах бывают очень завышенные цены. Ну и может качество быть такое средненькое. Такое тоже бывает. И это скрытые финансовые пирамиды. Явный признак этих скрытых пирамид – это большая плата за вход. Вот ты хочешь войти в этот бизнес, заплати сразу 1000 долларов, 500 долларов, 2000 долларов. Ну, очень такие большие платы, за счет которых и генерируется вся прибыль. Вот. Где же, как я говорил, у нас все строится не так? Какой бы человек к вам не пришел, сколько бы он не покупал, вы с него ничего не зарабатываете. Ни с одной продажи вы не зарабатываете. Это важно понимать. Мы зарабатываем здесь от баланса, который мы привносим в структуру, которую мы приносим в компанию. Мы зарабатываем от того баланса, который в общей, во всю структуру мы привносим. И мы получаем часть той прибыли, которая приходит от нас в компанию, от нас и от всей нашей структуры. Этот вот баланс, он очень красивый и гениальный. Я сейчас говорю о маркетинг-плане. То, что у нас две ветки, и мы все получаем, можно сказать, выгоду от меньшей ветки. Потому что вот меньшая ветка – это такой гениальный инструмент, потому что мы всегда заинтересованы больше помогать тем, у кого получается, можно сказать, хуже. Там той ветке, где слабее, но нам нужно всегда балансировать эти ветки. Потому что помогая только одной ветке, эта ветка рано или поздно перерастет в другую. И у многих людей бывают такие качели. Поэтому тоже многие разочаровываются, когда сюда приходят, месяц, два месяца, может быть, год даже в системе находятся, но не получают быстрый заработок и разочаровываются. Друзья, я вам скажу сразу, атоми – это не бизнес на короткую, это бизнес на всю жизнь. Мы сюда приходим для того, чтобы сорвать какой-то куш. Мы сюда приходим, чтобы построить прочный бизнес на всю свою жизнь и передать его потом по наследству. И если вы поймете систему, если вы убедитесь в качестве продукции, у вас просто не будет никаких сомнений, что это именно так. И то, что здесь нет быстрого заработка – это хорошо, это замечательно, это одно из наших самых главных достоинств. Дальше. Надо пахать. Это важно понимать. То, что здесь усилий нужно приложить много. Но в чем хорошая новость, то, что даже ленивый человек может здесь добиться успеха, если он разберется, что к чему. Например, на своем примере я всегда считал, что я ленивый человек, но когда познакомился с атоми, я понял, что нет, я не ленивый, просто все остальное, с чем я в жизни сталкивался, было нецелесообразно. Когда я оценивал, что я получу от того, что я сделаю, я не понимал, зачем напрягаться. И жизнь научила то, что напрягаться – просто неблагодарное дело. Так устроена работа в основном в корпорациях. Если ты работаешь больше, то ты не получаешь больше. Охо, организатор отключил мой звук. Это как? Ну-ка, ну-ка, кто это организатор? Ну ладно, продолжаем. Организатор снова отключил мой звук. Так, сейчас момент. Ну все, теперь, думаю, точно никто звук мой отключать не будет. Надо пахать. Точка. Так, ну хорошая новость, что если вы будете пахать, у вас возможен только рост. Если сегодня вы прикладываете не меньше усилий, чем вчера, вы всегда будете расти. А если вы всегда будете расти, рано или поздно вы дойдете до Imperial Master. Совершая, в принципе, одни и те же действия и всегда, идя вперед, можно дойти до Imperial Master. Естественно, есть более эффективные методы и стратегии работы, чтобы более быстро прийти к этому рангу. Это не одни и те же действия совершать, это постоянно улучшаться и все это дело передавать. Но, тем не менее, даже совершая одни и те же действия, прикладывая не меньше усилий, чем вчера, у вас будет всегда только рост. Пятое. Все зависит от вас. Очень часто такое бывает, когда мы объясняем, как все это работает. Многие, бывают, многие люди делают неправильные выводы. То, что чем лучше у меня спонсор, тем больше у меня шансов добиться успеха. Нет. Чем лучшим спонсором будете вы для своих партнеров, тем быстрее вы добьетесь успеха. Тем быстрее будет у вас расти структура. Это важно понимать, что это ваш бизнес. Абсолютно каждый человек начинает на одинаковых условиях. Когда вы регистрируетесь, вы номер один в системе. С вас все начинается. Вы начинаете строить ваши ветки. И от вас, от того, как вы будете строить ваши ветки, как вы будете помогать вашим партнерам, зависит все ваше будущее. Конечно, от команды и от спонсоров тоже многое все зависит. Но все зависит от вас. Все равно. Даже если у вас активный спонсор или неактивный, все равно ваш бизнес, успех в вашем бизнесе зависит от вас. Числое. Пять дорого. Это продолжение мысли, что сейчас золотое время. И просто представьте, что сейчас весь мир узнает о компании, что люди регистрируются. И как здорово, если все эти люди будут регистрироваться к вам. Но чтобы эти люди регистрировались к вам, вам нужно зарегистрировать как можно больше людей. Все люди друг с другом связаны. Теория пяти рукопожатия, восьми рукопожатия. Но так или иначе, все люди друг с другом связаны. И чем больше людей вы зарегистрируете сегодня, тем больше людей эти люди приведут вам на протяжении всей своей жизни. И пока вы спите, другие люди регистрируют ваших людей. Это важно понимать, что сейчас действительно золотое время. и время без цены, это на самом деле самый ценный ресурс, его никак не вернуть. То, что вы сегодня не сделали, вы уже сегодня не сделаете. Поэтому важно действовать, важно двигаться вперед. Седьмое. Никто никому не принадлежит, все свободные люди. Это важно понимать. Когда к вам приходит человек, даже если он регистрируется в вашу систему, становится вашим партнером, он не работает на вас, он работает на себя. Вы ему не хозяин, вы ему не начальник, вы ему не босс, вы его спонсор. Вы больше как родитель, задача которого – дать необходимую информацию, предостеречь от возможных ошибок, оберегать, заботиться, обучить и потом выпустить во взрослую жизнь. Кому я это говорю, это к вам на будущее. Просто посадите у себя это семечко в голове, потому что здесь никто никому не принадлежит, и при желании партнеры могут от вас уйти. А почему партнеры могут уйти? Если вы их обижаете, если вы их обманываете, если не заботитесь, а если не помогаете – это основные причины, по которым люди уходят. Если не оказываете внимания. Что-то одно, хотя бы, если вы будете делать, хотя бы оказывать внимание. У вас могут построиться хорошие, прочные отношения на всю вашу жизнь. Это бизнес человеческих отношений. И нам с нашей командой, с нашими лидерами строить этот бизнес всю жизнь. Поэтому с самого начала стройте хорошие отношения. Будьте открыты, не навязчивы. Не надо, вот человек пришел и говорит, «Все, ты теперь будешь со мной всю жизнь, давай со мной общаться, общайся каждый день». Не надо. Не все захотят с вами общаться, не все партнеры будут гореть общаться с вами все время. Но когда вы будете нужны, вам нужно быть рядом. Когда у партнеров будут вопросы, у вас должны быть ответы. И не все будут задавать вопросы сразу, не все будут идти на контакт первым. Вам нужно все время нет-нет интересоваться у ваших партнеров. Есть ли какие-то вопросы, нужна ли какая-то помощь, как дела, как жизнь, как настроение, как бизнес. Просто такое общение здоровое, общение ненавязчивое. Далее. Не надо решать за других. Это тоже очень важно. Это одна из самых таких частых ошибок, которые люди совершают. Когда мы думаем, ну вот ему это точно не надо. Ему и так хорошо, он так зарабатывает 5 тысяч долларов на своей работе, он 20 лет там работает, то что, ну, зачем ему сюда приходить. А может быть, он затрахался на своей работе. Может быть, ему там все остачертело. Может быть, он ненавидит своего босса, своих коллег. Может быть, он не хочет этим заниматься. Может быть, он видит то, что достиг предела в этой компании, отдав 20 лет своей жизни, он не может зарабатывать столько, сколько он хочет. Этих-то вещей вы можете не знать. Поэтому нужно все равно рассказывать всем. В первую очередь тем людям, которые вам дороги. В первую очередь тем людям в вашем окружении, которым вы желаете добра. Во вторую очередь просто уже всем. А люди уже сами будут решать, надо это или не надо. Ваша задача – преподнести как можно более концентрированную, как можно более полезную, короткую информацию, чтобы у человека было понимание, что даже если он не хочет вас слышать, даже если он вас не слышит, все равно, чтобы он услышал какие-то ценности. То, что ему здесь понятно, то, что ему здесь может быть интересно, полезно. Девятая мысль. Я уже озвучил то, что все будут с нами. Важно это понимать. Почему и время дорого, почему нам нужны все. Потому что каждый здесь человек выигрывает в первую очередь как потребитель. И все равно люди будут здесь регистрироваться. Из моего окружения, из родственников, из друзей практически никто не поддержал. Очень мало. Там просто единицы, один-два человека и все. Кто поддержал на самого начала. Но я понимаю, что пройдет время, пройдет несколько лет, все равно все будут здесь. Потому что это очень удобно, это очень классно, продукция шикарная. И компания не стоит на месте. Мы развиваемся, мы завоевываем рынки. И все равно Атоми уже на слуху. У меня вот отец рассказывал кейс такой недавно. Недавно он пошел встретиться с друзьями. И там увидел на столе продукцию Атоми. И просто решил немножко поиграть. Спросил, что это такое. И его начали вербовать, рекрутировать. Насколько это круто. Он там начал отнекиваться. Ну, это же сетевая компания. Там типа зачем это надо. В общем, его там достаточно долго обрабатывали. Сказали, что действительно продукция классная. В общем, если бы, допустим, я о ЦУ не говорил, по каким-то причинам, чем я занимаюсь, если бы я его не зарегистрировал, то его бы зарегистрировали, скорее всего, в этот вечер. В общем, понимаете, важно понимать, что все равно рано или поздно все узнают об этой компании. Придет время. И когда это время придет, нужно, чтобы как можно больше из этих всех были вашими партнерами. И десятое. Я вернусь. Я закольцую эту мысль, что не бывает плохих результатов. Каких результатов вы бы не добивались, результаты – это результаты. Именно совокупность всех этих результатов приводит нас к чему? К хорошим результатам. К тем результатам, к которым мы стремимся, к нашим целям. Это ранги, это доходы, это рост структуры и прочее, прочее. Поэтому важно понимать, не бывает плохих результатов. Сколько бы людей вы не регистрировали, если вы регистрируете людей, вы молодец. Главное, что вы совершаете действия. Эти действия хоть какие-то результаты, но приносят. Так. Следующий хит-парад. Что надо делать? Что делать-то? Так, давайте я чуть ускорюсь, потому что, наверное, многие уже устали. Мы планировали за три часа успеть, но уже четвертый час пошел. Давайте. Первое – это обучаться. Это то, с чего все начинается. Это то, чем вы все сейчас занимаетесь. Здесь я вижу много людей, кто даже в рангах находится, но все равно приходят на наши семинары и обучаются. Потому что, такая есть пословица, одна из моих любимых – то, что повторение «Мать, учение», то, что есть еще много теорий и доказанных, то, что человек не может усвоить всю информацию за раз. То, что мы способны только некий процент новой информации усвоить. А для того, чтобы усвоить всю информацию, одну и ту же информацию нужно прослушать, переварить несколько раз. Поэтому, действительно, повторение «Мать, учение» нужно слушать, слышать одну и ту же информацию от разных источников, Тем более мы тоже не стоим на месте, мы тоже развиваемся и стараемся всю эту информацию обновлять, актуальные данные предоставлять, чтобы все это было интересно. Все начинается с обучения, и обучение никогда не заканчивается. Обучение будет длиться у вас всю вашу жизнь, всю вашу карьеру в Атоме. Никогда не нужно ставить перед собой или доходить до такого, что я все уже знаю, мне уже это не надо, пусть другие обучаются. Нет, нам нужно обучаться всегда, усвоить это, то, что нужно кайфовать от обучения, нужно любить обучение. Мы, например, не пропускаем ни одного семинара. На всех официальных семинарах, на всех семинарах, которые в странах проводятся, которые открываются, где есть наши партнеры, мы всегда там присутствуем, всегда прослушиваем. Потому что вдруг на этом семинаре, допустим, на турецком семинаре скажут что-то важное для наших партнеров в Турции. Для меня это очень важно услышать это и донести. В общем, обучение – это естественный процесс, который будет идти постоянно. Следующее – это пробовать. В первую очередь пробовать, конечно, продукцию. Здесь речь идет о продукции в первую очередь. Пробовать вообще полезно всегда и везде, не только продукцию, но и пробовать различные действия, пробовать что-то новое. Но пробовать продукцию – это тоже все является частью фундамента, который мы закладываем, когда делаем первые шаги в построении нашего бизнеса. Далее. Рассказывать. Это основное наше действие. Основное действие, которое приводит к росту структуры. Основное действие, которое приводит к чему? К результатам. Рассказываем о компании, о бизнесе, о продукте, создаем видение. Это то, чем мы сегодня занимаемся на семинаре. Это наша основная работа. Не рассказывая о компании, если вы никому не будете об этом рассказывать, то навряд ли у вас структура будет расти. Рассказываем о компании все время, постоянно, всем, кому можно. Поэтому рассказывать, рассказывать и еще раз рассказывать. Но прежде чем рассказывать, естественно, желательно сначала обучиться, чтобы было что рассказывать, доносить информацию более-менее правильную. Не обязательно сразу становиться экспертом и только потом рассказывать, но уяснить что-то для себя обязательно нужно, какие-то ценности, то, что вам понравилось, то, что для вас постоянно важно, почему вы здесь, зачем вы это делаете. И этим делиться с другими людьми, делиться хорошей информацией, хорошими новостями. Попробовать продукцию, чтобы убедиться, что это все действительно так, то, что вам тут не лапшу на уши вешают, то, что продукция действительно классная, и если бы не продукция, все это бы не работало. Потому что идеология сама по себе классная, но почему она работает? Потому что есть такая классная продукция, которую все любят. Далее, регистрировать ВВЗ. Что такое ВВЗ, как вы думаете? Наверное, сложно так понять. Мало ли что-то я мог придумать под ВВЗ. Ладно, не буду томить. ВВЗ – это всех в поле зрения. О, я П пропустил. ВВПЗ. Всех в поле зрения. Да. Ладно. В общем, действительно, регистрировать нужно всех. И первые месяца мы именно этим занимались. От кого мы видели, того мы регистрировали. Ехали в такси, регистрировали таксиста. Приходили в магазин, регистрировали продавца. Выезжали в командировку, заселялись в отель, регистрировали ресепшиониста. Нам приходит номер от уборщицы. Регистрируем уборщицу. В общем, регистрируем всех, кого можно. Никогда не знаете, кто выстрелит. Не делайте выводы за других людей. Потому что, если это человек, которому, возможно, это не нужно, но вполне возможно, он знает людей, которым это нужно. И никогда не знаете, кто станет у вас в структуре ключевым лидером. Так. Следующее – это обучать. То есть это то, чем непосредственно мы уже занимаемся сегодня. Вместе с Натальей и Александрой. Обучать – это тоже постоянный процесс. Это то, чем вы будете заниматься постоянно. Обучать своих партнеров. Я рекомендую никогда не перекладывать вот эту ответственность обучения на своих спонсоров. Спонсоры, если обучают, то здорово, молодцы. Суперклассные спонсоры. Можно их носить на руках. Но вам нужно самим тоже обучать своих партнеров. Потому что для ваших партнеров именно вы должны быть главным лидером. Пусть у них есть, да, как бы вышестоящие спонсоры, пусть они классные. Но вы должны быть в глазах ваших партнеров главным лидером. И на вас, по идее, должны заканчиваться все ответы, все вопросы. То есть вы должны иметь эти ответы. Ясное дело то, что поначалу у вас не будут ответы на все вопросы. Но если у партнера появился вопрос, не отправляйте его к нам, да, не отправляйте к вышестоящим. Найдите сами ответ на этот вопрос, можно, да, у тех же вышестоящих. И потом дайте этот ответ вашему партнеру. Потому что иерархию нужно соблюдать. Это нужно вам в первую очередь. Чтобы у вас с партнером складывались хорошие, здоровые, прочные партнера-спонсорские отношения. Чтобы вы обучались. И в следующий раз, когда у вас кто-то спросит, задав этот же вопрос, вы сможете ответить. В общем, обучать это обязательно надо. Далее, помогать и заботиться. Когда мы регистрируем человека, в первую очередь, всегда нужно думать о самом человеке. Не о том человеке, под которого мы регистрируем этого человека. А в первую очередь, о том человеке, который пришел. Потому что он пришел к вам. Он проявил к вам какой-то кредит доверия. И вместе с этим человеком связана будет, скорее всего, вся ваша жизнь. Если будет связана. Если он будет работать. Вся ваша жизнь и будущее бизнеса в Атоме. Соответственно, от того, куда вы его зарегистрируете, и как вы будете ему помогать, и как заботиться о его бизнесе, будет зависеть длинная доля его успеха. Конечно, как я говорил, все будет все равно зависеть от него, будет он работать или нет. Но даже в этом случае, что он будет работать, все равно от вашей помощи и от заботы зависит очень многое. Заботьтесь об этом человеке. Не регистрируйте этого человека в помощь кому-то другому. Регистрируйте всегда человека в помощь, в первую очередь, самому этому человеку, которого вы регистрируете. Думайте о нем всегда. И это всегда вам потом аукнется чем? Добром, благодарностью и собственной выгодой. Не думайте о выгоде при регистрации, думайте именно о пользе, какую пользу человек получит. Чем больше пользы он будет получать, тем больше выгоды в итоге получите вы. Седьмое. Светиться. В этом заключается такая большая львиная доля нашей занятости. Это светиться. Потому что в чем заключается бизнес? Построение больших сетей. То есть нам нужно находить людей. Мы можем находить людей сами, либо люди могут находить нас. А как люди могут вас найти? Как ваши партнеры могут вас найти, если вы не будете светиться? Что значит светиться? Это показывать свое лицо везде, где только можно. Участвовать во всех возможных мероприятиях. Мы удивляемся по сей день, что не все рвутся попасть на семинары. Сейчас есть такая возможность в онлайн-семинарах участвовать Атоме и записывать классный контент. Потому что каждый человек может что-то свое записать уникальное. И даже из-за того, что нехватка контента, из-за того, что люди как будто из-под палки записывают эти видео, количество семинаров сократили в два раза. Для меня это очень удивительно. Потому что это классная возможность светиться. Нас уже на этих семинарах особо не показывают. Потому что говорят, Владимир, вас и так много. Пусть другие тоже выступают. Но почему-то других все время не хватает. Светиться – это прям классно. Понимаю, что поначалу это может быть некомфортно. Все, начиная с чего-то, все, кто в первый раз это делает. Большинству людей это некомфортно практически всем. Мне тоже было некомфортно. Но это как мышцы. Это все накачивается со временем. Это все прокачивается. И потом, чем дальше, тем больше это будет нравиться. Потому что это доставляет кайф. Общаться с людьми, обучать людей, светиться – это всегда круто. А получать за это благодарность – это, знаете, такое приятное чувство. Это вот наше дополнительное топливо, которое придает нам всегда силы. Когда мы получаем от людей благодарность за все, что мы делаем. Не только от наших партнеров, но и от параллельных структур. Мы очень часто слышим теплые слова. Так, оставаться голодным. Это очень важно. Если вот совет всем, кто до Imperial Master метит, всегда оставайтесь голодным. Мне очень нравится старый лозунг Pepsi – Ask for more. То есть, проси еще. То есть, никогда не быть удовлетворенным результатом. Добились хороших результатов – молодец, но это не конец. Это просто достижение какой-то очередной промежуточной цели. И всегда хотеть еще. Когда человек насыщается, когда человек доволен своими результатами, он перестает какие-то усилия прикладывать. А вот когда человек голодный, он готов сделать все возможное, чтобы утолить свой голод. Вот я желаю всем оставаться голодными. Пусть вот этот голод к успеху, голод к достижению ваших целей будет вашим топливом. Вашей энерго-движущей силой, которая будет всегда толкать вас вперед и будет побеждать и уничтожать стихнение, какие-то качества, которые вам будут мешать построению этого бизнеса. Девятое – развиваться. Не нужно стоять на месте. То, что вы сейчас умеете – супер. Я всегда говорю всем, что все люди разные и все начинают, хоть начинают в бизнесе на одинаковых условиях, но старт все равно у всех будет разный, потому что у каждого человека на руках разные карты. Эти карты – это ваша жизнь, которую вы прожили, это люди, которых вы встретили, это навыки, которые вы приобрели. То, что вы умеете делать, то, что вы знаете и то, что вы испытали. У всех людей эти карты разные, но все эти карты козырные и нужно ими распоряжаться. Очень часто бывает так, что люди эти карты держат при себе и не пользуются особо. Но нужно в первую очередь пользоваться этими картами. Но это не конец. Пользовайтесь своими картами – это круто, это правильно, с этого и надо начинать. Но нужно все время развиваться. Если вы не владеете каким-то навыком, но считаете, что этот навык позволит вам максимально быстро и эффективно добиваться результатов, и этот навык будет максимально полезен для вас, развивайте его. Потому что у нас самоучек очень много. Люди, которые начинают развивать какие-то страницы социальные, контент, в основном все самоучки, все начинали с чего-то, тыкали, пробовали, делали какие-то ошибки, первые шаги, такие более-менее неуклюжие, но со временем становились лучше и лучше. Потому что практика приводит к совершенству. Так, окей, развиваемся постоянно, не стоим на месте. Это обучение, это не только какие-то навыки, это и мышление, состояние разума. Потому что, опять-таки, чтобы добиться успеха, нужно что? Нужен набор навыков и нужна настройка разума. И все это приходит из развития. И ваш набор навыков, и настройка вашего разума. То, что вы думаете, и то, что вы умеете. Менять мышление. Это вот десятый последний пункт. Это высший пилотаж, потому что в этом тоже заключается наша работа. Менять мышление людей. Многие люди считают то, что в Атоме не заработает, то, что Атоме им не подходит, то, что это не для них, то, что зачем им здесь что-то покупать. И вот установлены какие-то такие параметры, которые мешают им увидеть выгоду, которую они получают здесь для себя. Так вот, когда вы научитесь менять мышление, вы будете добиваться просто удивительных результатов. Это уже высший пилотаж. Это, наверное, возможно, самое сложное из всего, что я перечислил, менять мышление людей, потому что многие люди себе на уме и не так просто поменять мышление. Но один из самых эффективных способов поменять мышление человека – это показать результаты. Потому что если для человека это нереально, но если вы своим результатом покажете реальность, то у многих людей будет меняться это мышление само по себе. Так что стремитесь всегда к этому, имейте в виду. Потому что человек, который просто, можно сказать, ненавидит, презирает сетевой бизнес, ну не факт, да, что он не станет потом вашим ключевым лидером. Мне, допустим, сетевой бизнес никогда не нравился. Я всегда видел в этом обман. Ну вот, прошло два года, и посмотрите на результаты. У меня поменялось мышление. Так, ну и последний хит-парад на сегодня. На котором мы закончим. Почему у вас получится? Важно понимать. Очень часто люди задают себе вопрос, почему у меня не получится, и находят какие-то причины, почему они опускают руки. Так как я сказал, что наша основная задача – сделать так, чтобы никто из вас раньше времени руки не опустил, озвучиваем вот этот хит-парад. Почему у вас получится? Опять, в первую очередь, классная продукция. Просто продукция сама себя продает. Люди хотят покупать продукцию. И многим людям даже не так важны баллы. Конечно, баллы – это важно, и никогда не стоит кого-то лишать баллов. Но многие люди готовы покупать продукцию без баллов. Потому что они просто хотят саму продукцию. А аналог они не могут найти на рынке по такой цене. Ну, почему бы и нет. Так далее. Глобальность. Вы не ограничены своей страной. Вот в жизни справедливости очень мало. И многие люди, они ограничены теми возможностями, в которых они родились. Это не совсем тоже правда, особенно в наше время, потому что даже если ты родился там в супербедной стране, и не было никаких возможностей, все равно ты можешь стать суперуспешным. Есть много таких примеров, да, успешных. Тотовер Джек Мак, который родился в очень бедной семье, теперь один из самых богатых людей в мире. Но это не обычный человек, да, незаурядный. То есть это единицы. А здесь, благодаря глобальности, действительно любой человек может добиться успеха. Поэтому глобальность нам развязывает руки и помогает, дает нам возможность, вне зависимости от того, где мы живем, где мы родились, какое у нас окружение, построить успешный бизнес по всему миру. Благо есть интернет. Вот не было бы интернета, было бы, конечно, сложнее. Но все звезды сошлись, чтобы мы стали успешными. Далее. Бесконечность бинара без минусов. Что это значит? Кто знаком с бинарами, вполне вот сегодня уже озвучивались эти мысли про личников, то, что в классическом бинаре бывают такие понятия, как личники, бывают такие понятия, как обрезание. То есть, например, от первого уровня, который вы регистрируете, вы получаете 100% прибыли, выгоды, а от, допустим, 10 уровня только 50%, а от 20 уровня уже ничего не получаете. То есть, ваш бинар ограничен. Вот вы зарегистрировались, построили бинар, вот только с этого кусочка вы получаете регистрацию. Ой, не регистрацию, а прибыль. У нас нет никакого ограничения. У нас лидер может появиться на любом уровне, на любой глубине, на любой ширине, неважно. Где бы ни появился у нас человек, который будет работать, вы будете получать выгоду от этого 100%. Бесконечность бинара, именно бесконечность бинара, позволяет действительно каждому человеку здесь добиться успеха. Потому что мы не ограничены в количестве регистраций. Это очень круто, это очень важно. Нет никаких штрафов или сбросов. Что такое сбросы или штрафы? Во многих компаниях, когда вы добиваетесь какого-то результата, вы получаете какую-то плюшку от компании. Например, скидку. У вас увеличивается размер скидки. Вы можете покупать компанию дешевле, продукцию дешевле цены и продавать, соответственно, ее дороже и иметь больше прибыли. У нас нет никаких штрафов. Вы здесь, то, что вы себе нарабатываете, у вас остается с вами навсегда. Компания не сбрасывает какое-то ваше состояние до чего-то, и вам не нужно потом опять все это нарабатывать. Сейчас речь идет о доходе, сейчас речь идет о рангах. Не обязательно что-то подтвердать. Очень часто задают нам такой вопрос, сколько раз надо подтверждать ранги, как часто надо подтверждать ранги. Ничего делать, по сути, не нужно. Компания не обязывает. Ранги нужно закрывать не для компании, а для себя. Вот вы закрыли какой-то ранг, вы получили за это бонус. Не закрыли ранг, не получили бонус. Постоянный бонус вы будете получать в том случае, если вы работаете работу, приводите постоянных потребителей, получаете постоянно бонус. Если ваши лидеры постоянно зарабатывают, постоянно вы будете тоже зарабатывать хорошие деньги. Чем больше зарабатывают ваши люди, тем больше зарабатываете вы. И если мы строим бизнес действительно так, как заложено в философии компании, то у нас всегда будет рост и никаких штрафов не будет. Компания не держит вас в стрессе. У вас никогда не будет стресса, что если вы сейчас не сделаете какой-то объем, вы все потеряете, все, что вы наработали. В других компаниях такое бывает. Это приводит к действительно большим стрессам. И одна из тех причин, почему у многих сетевиков в других компаниях квартиры превращаются в склады продукции, которые уже не знаешь, кому предложить. У нас такого элемента нет. Если мы какую-то продукцию покупаем, пусть даже в прок, то мы всегда сами готовы ее слопать. Пятое. 100% от всех партнеров в структуре. То есть вы получаете выгоду 100% от всех партнеров в вашей бесконечной структуре. В вашем бесконечном бинаре, сколько бы людей ни было, все, что они будут делать, будет идти к вам на 100%. Все способности, все усилия людей, которых привели вы, которых привели партнеры ваших партнеров за всю жизнь, за всю деятельность в Атоме, будет также прибавляться и к вам. Вот, да, это следствие еще раз того, из чего следует эта мысль, что каждый может добиться успеха. Потому что структура растет без ограничений, структура растет бесконечно, и вы получаете прибыль от всех людей. Золотое время. Опять повторюсь, даже без этого золотого времени все равно добиться успеха сможет каждый, когда уже у нас так же, как у многих титанов, будет там сотни стран открыты, куча представительств. Даже в этом случае все равно реально для каждого добиться успеха, но просто это будет сложнее. Сейчас у всех гораздо больше шансов, потому что рынок свободный, но свободным он долго не будет. Постепенно-постепенно, вот в том же Казахстане, уже люди узнают о компании. И вот, в частности, в Алма-Ате уже очень многие знают, что такое Атоми. Если два года назад практически никто не знал, сейчас уже один из десяти знает. Через год это будет уже, наверное, один из пяти. Еще через год, может быть, уже каждый второй будет знать. Поэтому пока золотое время, действительно надо работать. Еще, опять-таки, не новая мысль. Каждый выигрывает как потребитель, но действительно это ключ. Продукция классная, но и классные цены на нее. Поэтому каждый как потребитель может выигрывать. Я проводил такую аналогию. Слово забыл. В общем, аналогия, пусть будет аналогия. То, что в классической сетевой модели, в классических сетевых компаниях, как для меня, для моего понимания, как выглядела модель бизнеса. Серебро продавалось по цене золота. Представляете, да, вот есть серебро, это цены металл, но продавалось по цене золота. Но люди его покупали, потому что они хотели заработать. И, соответственно, тоже продавали серебро другим людям по цене золота и зарабатывали на этом. В атоме же золото продается по цене серебра. Это такая немного грубая аналогия, но она мне очень нравится, потому что она очень похожа на реальность. То, что на рынке золото, то, что на рынке супер качественное, продается в дорогих магазинах, мы продаем по цене серебра. Надеюсь, эта аналогия понятна. Поэтому каждый человек выигрывает как потребитель. Следующее, восьмое, лимит и распределение выплат. У нас установлен лимит, о чем рассказывала Наталья, то, что у нас установлен лимит по нашему структурному бонусу, по нашим бинарным шагам. И никто не может получать больше этого лимита. И распределение выплат суперсправедливое. Я когда в этом разобрался, я так полюбил эту систему, то, что в первый раз я увидел, вообще в первый раз в жизни, я увидел справедливое распределение денег. То, что здесь каждый получает по заслугам. Тот вклад, который вы вносите вместе с командой, в компанию, он просто высчитывается в процентных долях от всего общего дохода, который получает компания, и вы получаете свой процент. Я себя почувствовал как акционером огромной международной глобальной компании. То есть я по факту получаю проценты. Проценты с продаж глобальных. А какой процент я получаю, насколько я крутой акционер, не от того, сколько у меня денег. Не от того, где я родился, в какую семью и где вырос. Какое получило обучение и как сложилась моя жизнь. Мой процент зависит от того, какой вклад я внес, сколько работы я проделал, сколько людей пригласил. От меня зависит тот процент, который я получаю. И я считаю, что это шикарно. Что каждый может стать акционером глобальной интернет-платформы товаров суперкачества, где каждый выигрывает как потребитель. Это же классно. И вот эти выплаты, они растут. Если лимит стоит по структурному бонусу, то по мастерскому бонусу за высокие ранги выплаты растут. Выплаты за империал мастера, за краун мастера, они все время растут. Почему? Потому что компания клиента ориентирована. Не на лидеров, а на потребителей. И соотношение потребителей к дистрибьюторам всегда в пользу потребителей идет. Потребителей в десятки раз больше, чем дистрибьюторов. И поэтому нелинейная зависимость. Вот количество империал мастеров и количество потребителей. Всегда, вот чем больше будет станет, в два раза больше империал мастеров, потребителей станет там в десять раз больше. Просто настолько классно, что я в восторге. Девятое. Звезды. Сошлись все звезды, чтобы вы стали успешными. Потому что тоже, вот как озвучилось сегодня уже не раз, Корея себя зарекомендовала на весь мир. Корейская продукция, она шикарная и действительно вызывает доверие. У многих людей ассоциации с Кореей это качество, это надежность. Корее можно доверять. У многих такие ассоциации. И часто я слышал такие мысли от врачей, от специалистов, когда они начинают высказываться, что БАДы это плохо, то, что там пятое, десятое. Но когда они слышат, что это корейские БАДы, говорят, а, ну корейские можно. Корейские пейте, как бы вообще без каких-то задних мыслей. Корейские, как бы это хорошо, это работает. Я вот лично от четырех врачей слышал примерно вот такую фразу. А если взять простых людей, сколько от простых людей мы слышали такие фразы. Ну простые люди имеют в виду, кто не работает в медицине. Просто от каждого практически нового человека, которому мы рассказывали. Почему многие люди сюда регистрируются? Потому что это корейская компания. Потому что это корейская продукция. А в Корее репутация это одно из самых важных. Вообще вот в восточной культуре репутация это то, что никогда нельзя восстановить. Поэтому компания берет на себя принципы, какие-то определенные ответственности, всегда следует своим принципам и исполняет все обещанное, что тоже немаловажно. В общем все звезды, вот последние несколько десятилетий сошлись так, что просто мы все станем успешными, мы все будем успешными. Потому что мы в нужное время, в нужном месте, в нужной компании, с нужной идеологией, с нужным продуктом, с такой уникальной моделью и с такими планами грандиозными, титаническими. Так что звезды на нашей стороне, друзья. И десятая причина, немаловажная, вы в классной команде. С чем я всех поздравляю. Конечно, все равно все зависит от вас, но находиться в классной команде – это классно. У нас действительно замечательные люди. Мы обожаем всех наших партнеров. Партнеры – вы самые лучшие. И будем продолжать прикладывать все усилия, чтобы у всех у вас все получалось. Важно понимать все равно, что все зависит от вас. Находясь в классной компании, в классной команде, которая работает, развивается, не стоит на месте – это тоже важно. Важно быть причастным к прогрессу. Когда ты видишь то, что вся команда двигается, развивается в такой синергии. То, что все заинтересованы вашему росту. По крайней мере, все, кто разобрался, что к чему. Пусть человек будет в параллельной структуре, он будет радоваться вашему росту. Потому что мы так или иначе все равно все связаны. Если у вас все идет хорошо, если у вас идет все лучше, чем у другого человека, то по структуре получится так, что вышестоящим спонсорам будет легче оказывать помощь нуждающемуся. Это очень важно понимать. Мы все в одном едином организме. Так что, друзья, всех поздравляю. На этом мои хит-парады заканчиваются. На этом мы завершаем наш сегодняшний семинар. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова